МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские новости» в студии Анна Кутепова. Вчера исполняющий обязанности главы городминистрации Александр Левченко встретился с коллективом республиканского предприятия РЭК. Градоначальник отчитывался о проделанной работе, энергетики спрашивали о наболевшем. На календаре декабрь, а это значит, пришло время подводить итоги. Именно с отчета о проделанной в 2017 году работе начал свою вчерашнюю встречу с энергетиками, исполняющий обязанности главы администрации Харциска Александр Левченко. Говорили о ремонте дорог, о состоянии социальной сферы города, о слаженной работе коммунальщиков и, пожалуй, о самом значительном событии года – переходе градообразующих предприятий под внешнее управление. 2017 год ознаменовался все-таки у нас с запуском Силура, с созданием государственного предприятия. На сегодняшний день предприятие временно не работает, но вопрос решен в поставке материалов, то есть это кадры, и работа будет дальше возобновлена еще в большем объеме. Готовится к началу работы наш трудный завод, есть контракты, но остаются чисто формальные моменты, необходимо заключение некоторых договоров. После информации о полномасштабном запуске крупных предприятий города собравшиеся поинтересовались, будут ли на производстве созданы дополнительные рабочие места и где сегодня могут трудоустроиться безработные. На сегодняшний день у нас, после встречи с директором водоканала, Хмельев, у него сейчас 15 вакансий. В службе единого заказчика 20 вакансий – это то, что не хватает работы по дворникам, и несколько вакансий на специалистов – сварщик, следствия и так далее. Понимаете, вакансии даже в этой сфере есть. Есть вакансии, если не ошибаюсь, там одна или еще две на стимуле. Прозвучали в ходе вчерашней встречи и нарекания. Например, на плохое качество проезжей части городских дорог во время гололеда, из-за чего на прошлой неделе иногородние сотрудники РЭК не смогли вовремя прибыть на работу. Посыпочный материал мы обеспечены. Буквально в понедельник мы завезли еще 50 тонн соли, есть соль в Сейзе, это для посыпки татуаров, то есть в придомовых территории. Скажем так, я надеюсь, что больше таких моментов у нас не будет. В ходе встречи градоначальника с харцизскими энергетиками были также затронуты проблемы водоснабжения города в утренние часы, перспективы появления в парке культуры и отдыха дополнительных качелей-каруселей и ряд других тем. Два раза в неделю в Харцизском управлении ЖКХ проходят заседания штаба по контролю работы в отопительном сезоне коммунальных предприятий, учреждений образования и здравоохранения. Сегодня на очередном таком заседании побывала наша съемочная группа. Сегодня в Харцизске аварийных отключений от системы теплоснабжения нет. Тепло в домах, больницах, в школах и детских садах. Правда, ниже нормы температура в Иловайской школе номер 14, несмотря на то, что в начале декабря на местной угольной котельной харцизские тепловики установили новый котел. Решение проблемы на контроле в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. Из-за обильного ноябрьского снегопада служба единого заказчика выбилась из графика уборки листвы. На этой неделе удалось наверстать отставание, сообщил главный инженер предприятия. Листвы уже все вывезли, сейчас идет на момент погрузка веток, те, которые остались. И переходим на юбилейный микрорайон, планируем сегодня доубирать его, и завтра переезжаем на коммунист. С понедельника дворники сейчас занимаются вплотную, дохребают листу, которая осталась. С понедельника планирую вывозить мусор по городу. Режим освещения в темное время суток улиц на трубной стороне на этой неделе был подкорректирован. По жалобам по трубной стороне проверили 14-е ТП, там действительно был сбой. Часа в таймере подкорректировали. Я вчера проверял, объезд делал. Без аварий и сбоев работает система газоснабжения, сообщил главный инженер Горгаза. Но отключения проводятся регулярно. Мы сегодня отключаем от газа только должников, которые очень много должны, которые самовольно подключаются после нашего отключения. Мы проводим эту работу еженедельно. Отключали и будем отключать. Параллельно с плановой работой по водоснабжению города и выполнением аварийных ремонтов водоканал сегодня формирует списки харцезян, претендентов на отключение канализации. Злостные должники на днях получат соответствующие уведомления. Также на заседании штаба руководителям коммунальных предприятий было рекомендовано подготовить свои предложения по организации работ дежурных бригад в новогодние праздничные дни. Месяц назад в середине ноября по Харциску стали распространяться слухи о том, что в городе орудует маньяк. Якобы во тьме ночной он нападает на одиноких женщин. Правда, через пару недель эти слухи сошли на нет. И вот уже ни в социальных сетях, ни на остановках, ни в общественном транспорте о маньяке ни слова. Наконец, сегодня мы получили очередное подтверждение тому, что все эти разговоры о маньяке оказались обычными досужими домыслами. Оперативники Харцисского городдела полиции задержали злоумышленника, совершившего нападение вечером 10 ноября на двух жительниц города. В первом случае жертвой грабителя стала 43-летняя женщина, которую подозреваемый сильно избил. Спустя несколько часов в этот же день, 10 ноября, злодей снова пошел на дело и ограбил 14-летнюю девочку. Эти два эпизода, видимо, и послужили основой для рождения самых невероятных слухов о вечернем маньяке Харциска. Несостоявшимся каннибалом-лектором местного масштаба оказался 36-летний харцезянин, имеющий на своем счету судимости за совершение все тех же корыстных преступлений. Только недавно он был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы. Часть похищенного имущества обеих потерпевших правоохранителей обнаружили по месту жительства задержанного. Рецидивисту грозит до 8 лет лишения свободы. Как всегда, в начале декабря в харцезских школах среди учащихся 5-х и 6-х классов прошли игры зонального этапа Республиканского фестиваля спорта и искусства «Соколенок Донбасса». Квартет победителей встретился вчера для окончательного разрешения вопроса, «Чьи соколята в Харцезске лучшие». Городской финал «Соколенка Донбасса» уже три года подряд проводится в Харцезске на базе 22-й школы. В зональных играх, которые прошли 1 декабря, приняли участие 13 команд. Вчера за права представлять наш город на республиканском этапе конкурса боролись 4 лучшие команды из 1, 2, 19 и 22 школы. Ребята, которые займут первое место на финале, будут представлять город Харцезск на республиканских соревнованиях. Когда они пройдут? Ну, сперва они должны пройти зональные областные соревнования, они будут проходить в Шахтерске в феврале месяце. И в апреле, если я не ошибаюсь, или в марте, будут проходить в Донецке уже финал республиканских соревнований «Соколята-домбасс». Открывался фестиваль демонстрации акробатических этюдов в исполнении воспитанников детско-юношеской спортивной школы и выступлениями юных харцезских вокалисток. Сами соревнования стартовали, как в КВН, с конкурса приветствия. Далее школьников ожидала викторина, где им нужно было ответить на вопросы по истории Олимпийских игр периода Древней Греции. И в завершении любимые детворой спортивные эстафеты. Соревнования состоят из нескольких этапов. И, конечно же, будут интересны это этап презентации, это творческий конкурс и, конечно же, непосредственно сами спортивные соревнования, где дети проявляют свои на лучшие физические качества. И, естественно, свой моральный дух и свою подготовку. Команду родной школы Андрей Романюк готовил к финалу конкурса без отрыва от учебы. И помимо уроков физкультуры каждый день проводил со школьниками одно дополнительное занятие. Упорная борьба команд за выход в решающий этап спортивно-интеллектуальной игры завершилась победой хозяев площадки сплоченной команды из 22-й школы. В прошлом году на республиканском этапе конкурса «Соколенок Донбасса» они стали третьими, но на этот раз твердо намерены привезти из Донецка золотую медаль. Основные конкуренты это, конечно, города Донецк и Макеевка. То есть и тогда было, да? И тогда, да. В этом году наш город тоже будет представлен на этих соревнованиях. Я думаю, мы достойно выступим и покажем достойный результат, который приведет, надеемся, тоже к призовому месту. Не сомневаемся в победе харцизских соколят. Это был последний сюжет выпуска. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВСфера. 8 декабря 65-го года до нашей эры в семье бывшего раба родился квинт Гораций Флаг. Получив блестящее образование и живя в эпоху гражданских войн, Гораций сумел найти свое место в жизни не без помощи друзей поэтов Вергилия и Луция, которые познакомили его с Гаем Цильним Меценатом, человеком, оказывающим покровительство людям искусства. Ему и посвятил Квинт Гораций свой первый поэтический сборник. Стих, написанный к поэту Гаю Ван Гюруфу, начинается словами. Не вечно дождь на Нивы колючей льется из низких туч. Вполне справедливо про завтрашний день. Осадков не ожидается. Днем переменная облачность, температура воздуха 1 градус тепла, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, ночью облачно, туман, температура воздуха 1 градус, влажность около 100%, ветер южный, 3-5 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова